Что уж тут сказать, посольство, которое развернулось сегодня у пляжа Инглерант на Рейдите, действительно можно назвать необычным. Дело в том, что это было, так сказать, временное посольство острова Айгна, и открыто оно было в рамках прошедшего сегодня Дня Балтийского моря, цель которого побудить людей, организации, обращать больше внимания на состояние нашего главного водоема и прилагать усилия, направленные на его защиту. В палатке, где расположилось вышеупомянутое посольство, были представлены информационные материалы об острове, можно было встретиться со старейшиной Айгна, а также узнать много нового о природе, историческом наследии Айгна и проекте Эко-острова. Немногие знают, что этот остров является административной территорией центральной части Таллина или, как кто-то сказал сегодня, одной из неоткрытых многими жемчужин Кесклин. Сейчас, когда путешествовать достаточно сложно, но желание открывать для себя новые места у людей не пропало, организаторы мероприятия хотели бы напомнить о таком чудесном и близком к столице месте, как Айгна. Айгна прежде всего для туриста воспринимается как природный объект. Летом на остров приезжают также, чтобы влюбоваться пляжем. В среднем в год остров посещают примерно 15 тысяч человек. Традиция праздновать День Балтийского моря зародилась в 2019 году в Хельсинки, а в Таллине этот день начали отмечать в прошлом году. Деятельность человека оказала на Балтийское море большое влияние, но является одним из самых загрязненных морей в мире. Хрупкая экологическая система Балтийского моря нуждается в защите, поэтому каждый шаг в направлении восстановления морской среды очень важен. И это касается также береговой линии моря, судьба которой также вызывает беспокойство. Пляж Балтийского моря довольно необычный. На нем довольно мало песка, и в силу штормовой погоды или человеческого фактора, эта и без того узкая линия более-менее сохраняется. Но думать о том, что пляжи Балтийского моря находятся в относительно хорошем состоянии, было бы ошибочно. Сегодня Балтийское море важнейший транспортный коридор, связывающий Россию, Европу и Азию. В последние годы экологи утверждают, что этот водный коридор завален мусором и остро нуждается в очистке. Да и мы сами тоже можем приложить усилия к тому, чтобы на море ситуация была бы более оптимистичной. Ну а если говорить о сегодняшних мероприятиях, то, как известно, четверг – это рыбный день. Поэтому к инициативе присоединилось множество ресторанов. В порядке исключений сегодня работал также и рыбный рынок, который обычно открыт лишь по субботам. Сергей Овченков, Виталий Савинский, Новости Таллина.